На мобильной версии, в отличие от ПК, Сторики каждые 16 миссий не выдаются. Сторики здесь это набор определенных миссий, у каждой расы свой, всего по четыре набора у каждой расы. Самые легкие наборы состоят из меньшего количества узлов. Самое легкое, как оказалось, набор у галентов. Просто потому, что ее, если прочитать все задания, то можно понять, что можно пройти не стреляя вообще. Суть в том, что тебе нужно перевести некоторые товары с одной станции на другую. Плюс в двух местах нужно забрать товар из контейнера в космосе и привезти на станцию к НПЦ. Соответственно, нам не нужен каракал, нам не нужен любой другой крейсер для того, чтобы просто перевозить товары в космосе. Объем товаров, которых там меньше двухсот кубов. Для этого идеально подходит фрегат. Так как пытаемся сделать удобно для новичков, берем фрегат начальный. Это самый лучший вариант будет начальный моторский трешер за счет того, что у него самая высокая скорость и самая высокая мобильность. Для выполнения миссии нам нужно будет немножко изменить фит из магазина, который продается за 5000. Заменив щит на инерстаб и ускоритель с цивилин поменять на уровень Т3Т5. В идеале здесь вместо ускорителя лучше ставите МВД, но это нужно проверять, потому что во втором моменте МВД даст большие размеры, большую сигнатуру. Поэтому мы берем фитимся таким образом, летим по миссиям. В ноль нам прыгать нельзя, потому что в ноль нам встретят и оторвут голову. Поэтому мы залетаем в систему. Если есть вариант, то прыгаем сразу в 100 на миссию. Это делается для того, чтобы сначала можно было определить, где находимся мы, где находится непись и где находится контейнер. Так как непись спавнится не возле контейнера, а не где-то в 40 километрах. Смотрим, если получилось, как в нашем первом варианте, что непись в противоположной стороне от контейнера. Тупо врубаем скорость, на всех парах подлетаем к контейнеру, забираем с него лут и сразу отсюда уварпываем. Так как мобильная версия сразу предлагает проложить путь, соглашаемся и на ацепилоте уходим. После того, как прилетаем с первой миссии, попадается, что уже сразу и седьмая. Седьмая действует чуть более сложно, там есть и элитные фрегаты и элитные крузаки. Если они поймают нас на фрегате, они нас убьют буквально с пары залпов. Поэтому наша задача, чтобы они нас не поймали и не убили. Мы опять варпаем в 100, разворачиваемся в обратном направлении с того объекта, с которого мы варпали и начинаем отлетать туда. Это мы делаем для того, чтобы самые быстрые корабли за нами сейчас погнались и отошли подальше от контейнера. Параллельно пытаемся определить расположение контейнера относительно того объекта, с которого мы варпали и относительно центра аномальки. Если не получится проложить какую-то прямую, то нужно будет максимально далеко оттянуть, но при этом учитывать, что если линейность отойдет за 150 километров от точки спавна, она сразу автоматически телепортируется назад. Поэтому оттягиваем километров на 70 от начала, варпаем на тот объект и с него потом варпаем на начало миссии. Это в самом худшем ситуации. И потом, так само как на первой части, мы подлетаем к контейнеру, хватаем и уходим в варп. Если же получается проложить прямую или относительно прямую линию от контейнера до объекта, можно рискнуть и рассчитать на каком расстоянии от начальной точки по нашей прямой находится контейнер. Рассчитываем, прыгаем, чтобы оказаться минимально в идеале, если все расчеты оправдываются. Мы прилетаем в 10 километров от контейнера, сразу его хватаем и сразу уходим. А так как возле контейнера находятся боевые крейсера, а мы на фрегате, у которого сигнатура 27, они нас просто не успевают залучить. Для перестраховки мы прожимаем инерстаб, чтобы максимально быстро развернуться на автопилоте. Когда мы примем автопилот, мы заранее не знаем, в каком направлении мы пойдем. И чтобы максимально быстро сделать поворот, мы прожимаем инерстаб, который нам еще повышает нашу мобильность. Все, 25 миллионов в кармане. Возможно, это бах. Потому что в описании миссии указано, чтобы проломить стену склада и перебить охрану. То есть, может быть, у контейнера должна была быть защита, и по логике оно было бы правильно, потому что слишком легко. Но пока это есть.